Всем привет! Как вам мой новый имидж? Начнем с этого. Я решила теперь вот так вот ходить. Вот прям прилизанной-прилизанной. Во-первых, ничего не мешает. Волосы в порядке, ничего не растрепанное. Но это во-первых. А во-вторых, без вторых, просто во-первых. Так, я только пришла с работы. Голодная, как собака. Очень жду комментариев. Напишите, пожалуйста, как мне так. Если мне не идет, то я не буду больше так делать. Да, если честно, вчера после дождя... Голосы же были мокрые все. Вот. Нет. Голову я мыть не стала вчера. Думаю, сегодня будет такая же погода. Смысл ее мыть, опять укладывать в гофре, плойка. Все дела. И, короче, решила ничего не делать, а просто с утра собрать. Вот собрала. Я в тикток выложила. Утром, как я все расчесала. Гелем помазала. Не знаю, может кто-нибудь что-нибудь напишет. Может быть, кто-нибудь что-нибудь напишет. Так, что у меня по планам? Хочу выучить английский язык. Я уверена, что он в этой жизни мне пригодится. Может быть, когда-нибудь у меня будет такой доход, что я смогу куда-нибудь летать, отдыхать. Дубай. Я всегда мечтала о солнечной Калифорнии. Честно. Я вот хочу именно в Калифорнию. Я просто видела где-то видео, там прикольно, там классно. Так, что я буду кушать? Сделаю салат из помидор со сметаной. Не с майданом, а со сметаной. И добавлю туда немножечко горчицы. Создам такой какой-нибудь пикантный вкус. Так, что для этого нам понадобится? Ториночка. Сегодня ребенок мой звонил. Веселенький, вроде все хорошо. Ма говорит, только проснулся. Время было 9, ну почти 10 часов утра. Я говорю, молодец. И сынок, отдыхай. Вот то скоро школа. Время быстро летит. Вот уже июль. Уже какое сегодня? Шестое или седьмое? Шестое, наверное, да? А, подождите, сегодня седьмое уже. Офигеть, сегодня же праздник. Я поздравляю всех казахстанцев с днем города Астаны. День президента, да, сегодня, по-моему. Ой, надеюсь, я правильно сказала. Если честно, я этого даже не знала. Меня просто сегодня стали поздравлять. С этим знаменательным днем. О, ну, я, короче... О, вот так можно еще разделить хвостик на две части. Не знаю, как там вид сзади, как вид спереди. Что-то нужно менять. Я проснулась и поняла, что я хочу каких-то перемен. Именно в своей внешности. Помидорка спелая. Хороший спелый помидор. Сейчас я быстренько себе соображу обед. Хочу что-то сытного. Вот прям реально хочу сытного. Мяса хочется мне. Я, наверное, сегодня... Или какого-то супчика. Ну, что-то такое. Фрукты и овощи мне уже поднадоели, если честно. У меня там виноград еще. Сегодня, наверное, на ужин буду виноград. Бананы вот еще лежат. Есть все. Но только такое. Фруктики, муктики. Музыку не буду включать. Хотела включить музыку. Кстати, что хочу рассказать. Сегодня утром. Да и не только сегодня. Это было еще в субботу. Я просыпаюсь и включаю музыку. Под музыку я завтракаю. Я собираюсь на работу. Я выбираю себе вещи, что я одену. Я заправляю постель. Если еще какое-то время у меня остается перед работой свободное, я что-нибудь еще могу подделать. И все это под музыку. И, видимо, я переборщила с громкостью. Потому что сегодня, как только я вышла из дома... Так, соли много не буду солить. Соль же вредная. Ну, как вредная. Она задерживает жидкость в организме. Это лишнее. Не успела я дойти до остановки. Мне пишет хозяин этой квартиры. Пишет мне. Здравствуйте. Не могли бы вы с утра не ставить громко музыку? А то жалуются соседи. Я пишу. Здравствуйте. Хорошо. Тут он мне пишет. Я вас сейчас добавлю в группу. Типа, ну, домовскую группу этого дома. Я говорю. Нет, пожалуйста. Только не это. Не надо. Ну, потому что я думаю, что там, наверное, все пишут по каждой ерунде. Он такой мне сразу же пишет. Вас не будут беспокоить, тревожить. Там как раз-таки обсуждаются вот эти вопросы по поводу... Там кто-то музыку громко поставил, кто-то шумит, кто-то еще что-то. Я говорю. Вот столько горчички добавлено. Просто для пикантности какой-то. Короче, я накосячила сегодня с утра, получается. Сама того не жала. Но я не знаю, по мне так она, в принципе, была не громко. Видимо, здесь слышимость все-таки хорошая. Мне казалось, что здесь... Я, например, никого не слышу. Ну, вот какие-то дети тут балуются, шумят, как бы... Меня это не напрягает. Я бывает и музыку... Ну, не так, знаете. Я вот снимала как-то тоже квартиру. Жила, получается, на втором этаже. Я слышала всех. Просто вокруг меня все квартиры... Слышимость была просто как будто картонная стена. Я слышала, как люди занимались волшебством. Я слышала, как люди ругались. Я слышала, как люди ходят в туалет. Там все просто слышно. Каждый шорох, каждый звук. Я помню, что... Ну, там, правда, и никто друг другу ничего не говорит. Потому что там, в принципе, когда ты себя ведешь нормально, по сторонним людям это очень хорошо слышно. Так. Что, попробуем? Вот как раз горчичка придала пикантный вкус. Я буду обедать.